Это было 18-е послание президента. В прошлом году его не было. По продолжительности, в прошлый раз, накануне президентских выборов, оно было на 10 минут подлиннее. Я считаю, что оно носило исключительно варный и принципиальный характер. Связано прежде всего с тем, что Запад, англосаксы, глобалисты и натовцы бросили нам вызов. Этот вызов перерос в полноценную крупную войну. Что бы я прежде всего отметил? Отметил тон, которым он выступал, он достаточно уверенный. Никаких намеков на капитуляцию, хасавьюрт и все остальное. Народно-патриотические силы такой подход вполне устраивает. Мы считаем, что без успеха и победы в ходе специальной военной операции натовцы и американцы не дадут нам спокойно жить. Надо понимать, что дело военным конфликтом на Украине не закончится. Нам объявили войну по всем составляющим, включая и русскому миру, нашему языку, культуре. В миру объявлена война фактически и всем финансам и экономике. Я полагаю, что он довольно подробно и обоснованно изложил ситуацию, которая складывается вокруг Донбасса и специальной операции. Запад действительно обманул по всем составляющим и продолжает нагнетать истерику, вооружать нацистский бандеровский режим, который выполняет роль колониальной армии. Поэтому прозвучали нотки антиколониальной войны против тех, кто, собственно говоря, в свое время угнетал целый континент. Уверен абсолютно, что это получит широкую поддержку, как в Африке, в Азии и Латинской Америке. По крайней мере, тот визит, а их было три, в Африку, в десяток стран Африки, которые совершил Лавров, будет полностью оправдан. И та встреча, которая намечается у Путина с политическим руководством Китая Иваны и завтра, на мой взгляд, будет продолжением беседы и выступления президента на ходе сегодняшнего послания. Для нас принципиально важно было услышать, каким образом оцениваются наши предложения. На встрече с президентом он особо подчеркнул, что Компартия и Левопатриотические силы очень многое делали для того, чтобы реализовывать социальные и международные программы, особенно в области безопасности. Что касается наших предложений по безопасности, они сегодня не просто прозвучали. Сегодня президент официально заявил, что мы приостанавливаем участие в договоре по стратегическим вооружениям. Мы давно обращались к нему с оценкой реально сложившейся обстановки. По сути дела, американцы сломали всю систему договоров, которая была основой безопасности на протяжении почти 70 лет. Сегодня этот шаг сделан, на мой взгляд, исключительно в верном и правильном направлении. Что касается экономической ситуации, сделаны два-три шага навстречу в точке зрения поддержки реального производства и реального сектора. Но мне очень хотелось, чтобы Мишустин и его правительство продолжили идти навстречу реальному производству и гражданам страны. Да, надо увеличивать пособия, в том числе для детей, и пособия, и прожиточный минимум. Но прожиточный минимум в 20 тысяч рублей не решает вопрос. Сегодня при нынешних ценах и жилищно-коммунальных тарифах минимум 30-35 тысяч – это то, что необходимо гражданину, чтобы выжить в настоящих условиях. Я полагал, что он обострит тему вымирания страны. Наша страна за последние пять лет потеряла 3 миллиона человек и продолжает терять население. Да, была обозначена поддержка, в том числе точная для семей с детьми и детское пособие, но средств, которые необходимы для этого, в нынешнем бюджете, утвержденном Единой России, подписанном президентом, нет. Да, можно заявлять о том, что мы активно сегодня будем перестраивать высшее образование и систему подготовки кадров. Это наш закон образования для всех. Он уже начинает реализовываться. И мы благодарны, что послание сделано на встречу, принято решение о классической советской и русской школе. Это наша программа, которую еще готовили Алферов, Мельников, Кашин, Смолин, Афонин, Новикова, Станина. Она сегодня на столе у министров, но ее надо выполнять как можно скорее, потому что под эту программу потребуются и новые учебные планы, и прекрасные учебники, и профессиональная ориентация, и подготовка специалистов базовых профессий. Я считаю, что это одно из самых сильных разделов, один из самых сильных разделов послания президента. Для нас принципиально важно было услышать отношение к деловым людям. Да, те, кто вывез из страны миллиарды и триллионы, все не пользуются поддержкой населения, и редко кто скажет хорошее слово. Сегодня президент обратил на это внимание. Все дружно заплодировали, но я бы хотел услышать и следующий абзац. А кто им позволяет вытаскивать из страны эти триллионы и миллиарды? На каком основании в прошлом году из страны в условиях военно-специальной операции утащили 261 миллиард? И никто толком не ответил за это. Нам надо ставить барьеры и проводить реальную деавширизацию и борьбу с коррупцией. Дан посыл, но следует еще делать два-три шага в этом направлении, потому что из страны продолжают по-прежнему вытаскивать огромные капиталы и вкладывать в чужую экономику. Кто разрешает сегодня стратегические материалы, включая титан, удобрения, зерно, металлы, золото, безнаказанно вытаскивать из страны и доходы оставлять там? Мне думается, надо немедленно принимать меры для того, чтобы эти ресурсы работали на нашу страну. Многое говорилось о любви к родине, о патриотизме, о воспитании. Это очень хорошо. Но обратите внимание, в современных вузах по-прежнему нет ни занятий, ни лекций о ходе военной, политической, специальной операции, о поддержке тех, кто, собственно говоря, сегодня в этом особо нуждается. Без воспитания молодого поколения в духе патриотизма эти задачи не решаем. Мне очень понравилось, что он особое внимание обратил на поддержку и помощь семей, детей, солдат, офицеров. Те, кто был на фронте, на войне, знают, что даже металл устает. Поэтому предложение о том, чтобы каждый, кто сегодня сражается, защищает Родину, имел две недели отпуска для восполнения своих сил и возможности абсолютно верные. Но надо сегодня принять решение за каждой семьей, за тех, кто пострадал, тех, кто требует особого медицинского хода, закрепить в том числе не только социальный персонал, и депутатский корпус, и руководители местных органов. В этом требуется большая помощь. Наши губернаторы только что вернулись с этой боевой операции. Мы, отмечая 30-летие возрождения партии, заслушали их отчет. Должен прямо сказать, что тот же губернатор Клычков с моей Родины проехал от Курска до Херсона. Полторы тысячи километров. Беседовал, встречался, привезли. Все необходимое. Но ощущается необходимость массовой помощи. Вот мы вчера отправили 105-й конвой. Уже 17 тысяч тонн у нас все было. От военного старяжения до продовольствия и медикаментов. Но надо, чтобы эта операция проводилась всеми субъектами, всеми руководителями всех уровней. Эту поддержку и семьи военнослужащие должны ощущать постоянно. Я считаю, что без победы на этом фронте нам не решить ни одной проблемы, ни одной задачи. Хорошо прозвучала идея о необходимости поддержки села, сельских школ, обновлении строительства и всего остального. Что мы получили рекордный урожай 150 миллионов тонн зерна. Но еще раз обращаю ваше внимание, наш закон о регулировании цен на товары первой необходимости, продовольствия, медикамента и ЖКХ лежит уже в Думе. Мы его несколько раз носили. Ни на одну копейку, ни на в одном магазине по-прежнему хлеб не подешевел. Наше предложение я передал на встрече президенту закупить дополнительно резервный фонд 15 миллионов тонн, из них 10 миллионов продовольствия зерна. Тогда будет возможность регулировать цены, а из хлеба получаем 200-250 продуктов. Это касается и ЖКХ, и целого ряда других направлений. Я полагаю, что это послание завтра мы обсудим вместе с лидерами других фракций. Но это большой наряд, заявка, в том числе для работы в Государственной Думе и министров, которые регулярно у нас отчитываются. Я бы на месте «Единой России» предложил сейчас пересмотреть программы, в том числе и финансирование ключевых позиций, без изменения социально-экономического курса и порядка финансирования тех предложений, которые внес президент, без улучшения стратегического планирования и управления этим процессом, без формирования бюджета развития, мы его предложили в 45 триллионов, многие из посылов останутся опять не выполнены. Мы надеемся, что уровень ответственности и дисциплины будет повышен. Наша партия, наши фракции, леопатриотические силы будут активно способствовать выполнению ключевых задач послания. Но еще раз обращаемся к правительству Мишустина. Мы считаем, что вы в этот раз обязаны прийти с полным отчетом гораздо раньше, чем это было обычно. Внимательно рассмотреть пакет законов, а их 12, которые внесены в ваше министерство, и я полагаю, что тогда успешное выполнение послания будет во многом гарантировано. Пока без изменения курса и обновления стратегии эта задача во многом нерешаема. А мы обязаны победить в ходе этой спецоперации и обеспечить безопасность нашей Родины. К этому призывал президент на протяжении всего своего выступления.